Молодые люди пришли с работы. Через час им нужно идти готовить мероприятия. Это сотрудники городского управления по делам молодежи и общественники. Вопросы в анкете касаются общего самочувствия перенесенных болезней. Затем предварительный анализ крови на гемоглобин и группу. Акция продлится три дня. Организаторы говорят, что желающих всегда больше, чем отведенного им времени. Работаешь в этой сфере, узнаешь, что многим детям, да и взрослым нужна твоя частичка крови, и ты можешь реально помочь спасти кому-то жизнь. И об этом стараемся рассказывать молодежи, стараемся информировать об этом, о том, что можно просто прийти, потратить 15 минут своего времени и реально помочь кому-то в трудной и тяжелой ситуации. Сейчас очень это сильно развивается, направление именно волонтерства. И можно уже сказать, что на донорские акции сейчас не приходится загонять людей, заставлять. У самих людей, у самих студентов есть желание, сами звонят, прозванивают, узнают, когда эти акции. И с удовольствием приходят и сдают, что не может нас не радовать. По словам Екатерины, примерно половина сдаёт кровь не в первый раз. Есть те, кого медики называют кадровыми донорами. К процедуре допускаются только прошедшие строгий отбор. Донор сдаёт примерно десятую часть крови, что никак не вредит организму. Материал тщательно проверяют. Плазму отправляют на полугодовой карантин. Всё это время она лежит в замороженном виде. По словам заведующей отделением, необходимый запас препаратов крови в городе есть, однако пополнять его необходимо регулярно. Капля крови – это спасённая жизнь. Как бы банально это не звучало. Действительно так. Это может только человек дать. Ещё не придумали такой препарат, такое лекарство, которое может заменить клетки донора. То есть человеческие клетки. Да, есть разработки, есть искусственная кровь, но она клетки не заменит никогда. За одну сдачу крови положена выплата – порядка 1 тысячи рублей, а также отгул на работе. Однако медики подчёркивают, что материальный стимул неопределяющий. Всего в муниципалитете около 700 активных доноров. Многие из них впервые пришли, чтобы сдать кровь для родственника или друга. Потом помогать стало привычкой. Продолжение следует...